Реализация государственных программ по экологическому и туристско-краеведческому воспитанию детей и молодежи. В Республике Беларусь уделяется повышенное внимание. Мероприятия природоохранной направленности проводятся в учреждениях образования Бреста. Центр дополнительного образования детей и молодежи города не исключение. О том, что природу нужно беречь, говорить с молодежью нужно с малых лет, убеждены педагоги. А потому накануне Всемирного дня туризма для подростков было подготовлено познавательное мероприятие «Интеллектуально-практическая игра с элементами спортивного ориентирования». К участию приглашались ребята 10-13 лет. Попробовать себя пожелали порядка 100 подростков. Представители Центра юных моряков с флотилей, многопрофильного Центра детей и молодежи, а также воспитанники Центра дополнительного образования детей и молодежи. Всего у нас 10 станций. Ребята должны пройти 10 станций по определенному маршруту. На сегодняшний день участвуют у нас 10 команд. У каждого свой маршрут. Они должны пройти станции, набрать количество определенных баллов. И учитывается также время прохождения маршрута. На тематических площадках «Зеленая аптека», «Лесные загадки» и «Красная книга» необходимо было проявить интеллект. На полосе препятствий продемонстрировать ловкость и физическую подготовку. На станции музыкальной вспомнить походные песни, а на туристической собрать рюкзак в дорогу, выбрав из предложенных предметов самое необходимое. Соревновательная составляющая сыграла немаловажную роль прийти к финишу первыми. С максимальным количеством баллов уж очень хотелось каждой из команд. Мы уже побывали на разных станциях, мне очень нравится, тут всякие разные загадки. Получается отгадывать? Да. Я вот сначала боялась вообще, я думала, что если мы проиграем, то мы опозоримся, а так мы уже пока что выигрываем. За ходом игры внимательно следила судейская коллегия. Результаты каждой команды фиксировались, учитывались сумму накопленных баллов и время прохождения маршрута. В этот день удовольствие от путешествия получил каждый ребенок. Наблюдая такой интерес, организаторы пообещали проводить познавательные игры, направленные на туристско-краевическое воспитание молодежи и в дальнейшем.